Прогнившие полы и полуразрушенные стены. В Наринмаре специальная комиссия провела рейд по ветхим зданиям. Четыре дома официально признаны аварийными и теперь подлежат сносу. Один, по заключению экспертов, требует капитального ремонта. Так, например, под снос пойдет дом номер 18, который расположен в переулке Рыбацкий. Новые квартиры будут ждать и жители 52-го дома по улице 60 лет Октября. Капитального ремонта в этом строении не проводили больше 20 лет. Люди уже не раз жаловались в различные инстанции, в том числе и лично главе администрации Наринмара. Чтобы ветхое строение признали аварийным, но безрезультатно. Согласно официальным документам, этот дом построили в 1978 году как временное жилье. Впрочем, эта временная жизнь для нескольких семей затянулась на долгие годы. В здании отсутствуют практически все условия для комфортного проживания. Зимой полуразрушенные стены пропускает ветер, а во время дождей периодически протекает крыша. Туалеты и вовсе, как говорят жильцы, коммунальные службы не чистили около 20 лет. Чтобы дом признали аварийным, собственникам квартир пришлось лично выходить с инициативой в жилищную инспекцию Ненецкого округа. Нет, туалета нет здесь. Туалет прямого падения. Воды нет, водовозка приезжает. Условия тут насчет мусора вывозят вообще редко. Но говорят, что крысы бегают тоже. Естественно, бегают. Есть. Но плохие условия здесь очень. В список аварийных и принадлежащих сносу попали еще два строения, правда, уже индивидуальных. Это дома номер 30 и 105, также расположенных по улице 60 лет Октября. Помимо этого, специальная комиссия определила, что многоквартирный жилой дом номер 37А по улице Рабочая требует капитального ремонта. Организовать его администрация Наринмар рекомендовала собственникам строения. Так говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого округа. Продолжение следует...